В Алматы сегодня главным редактором издания вручали премию имени известного журналиста и писателя-биографа советских времен Геннадия Толмачева. А молодых независимых репортеров интернет-портала жанаузен.нет судили за активное выражение своей гражданской позиции. Оба мероприятия посетила Татьяна Ковалева. Дипломы присвоения Валентина Шмелевой главному редактору городской газеты «Балхарский рабочий» звания лауреата премии имени Геннадия Толмачева. Дипломы и премии в размере 5000 долларов вручали сегодня в Алматы. На пресс-конференции подвели итоги пятого республиканского конкурса имени Геннадия Толмачева, известного советского журналиста. Лучшими редакторами СМИ, по мнению организаторов, являются Валентина Шмелева и главный редактор газеты «Туркистан» Шамшиддин Патеев. В следующем году планируется допустить до участия в конкурсе не только шефов изданий, но и журналистов. Вероятно, чтобы подстегнуть профессионалов, председатель жюри, известный поэт Лжас Сулейменов заметил, что журналистика в Казахстане уже не имеет той силы слова, что была раньше. Мол, чиновники не боятся публикаций, а общественность порой в них не верит. Нынешняя журналистика, конечно, стала гораздо более раскованной, смелее. И даже на фоне вот этой безумной смелости очень теряется глубина часто. О героях своих публикаций и словом, и делом. Редакция интернет-портала жанаузен.нет не только следит за судьбой арестованных режиссера Булата Атабаева и журналиста Жан Булата Мамая. Уже пятый день редактор сайта Инга Иманбай и репортер Анар Абдельдаева сидят в спецприемнике за то, что 15 июня требовали у СИЗО КНБ освобождение гражданских активистов. За этот пикет Алматинский административный суд приговорил их к лишению свободы на 10 суток. А сегодня по тому же обвинению в суд вызван их коллега Диазби и Симбектиов. К нему здесь были более благосклонны, чем к девушкам. Мера наказания – предупреждение. Впрочем, это не помешало репортеру отметить. Служитель Фемиды, обвинительный, во взгляд, даже не потрудились подготовиться к процессу. Я думаю, что с грубейшими нарушениями прошел очередной суд. Это уже для нас как привычка. Я думаю, пока власть наша не изменится, такое будет продолжаться. Это для нас позор, что есть такие специалисты в правоохранительных, юридических органах. Потому что они должны нас защищать. А они на сегодняшний момент работают против нас, против народа. Сама жизнь и процессы в ней подталкивают представителей СМИ к тому, чтобы не просто информировать, но и высказывать активно свою позицию, объясняет журналист Лукпан Ахмедьяров. Своё право так считать и поступать газетчик в прямом смысле выстрадал. Это весной корреспондент «Уральской недели» едва не погиб от восьми ножевых ранений и выстрелов из травматики. Лукпан и его коллеги уверены, именно критические материалы и гражданские акции спровоцировали жестокое нападение. Те законы, которые принимаются в этой стране, то, как применяются эти законы, та практика, которая сложилась в стране сейчас, в Казахстане, по отношению к освещению событий, самим журналистам и так далее и тому подобное, мы же знаем, что... К сожалению, вот эта ситуация, она привела к тому, что журнализме невозможно остаться абсолютно невозмутимым наблюдателем. Недавно в Алматы вручали ещё одну премию «Алтын Жулдыс». Президент Академии Сагамбай Козыбаев, представитель журналистики одного с Генадием Толмачёвым времени, отмечал достижения профессионалов своего дела. Но вот острую для многих коллег тему «Быть журналисту-наблюдателем или быть в гуще событий» предпочёл обойти стороной. Скажите, почему 80% наших братьев сегодня не освещают события в жену в зене, а в тауские спуты? Я на эти вопросы, товарищи, я не отвечаю. Татьяна Ковалёва, Азамат Избергин, Константин Федяев, Толгатумир Беков из Алматы, Казахстан.